Здесь очень хорошо видно из документов, что в Риге, например, за период оккупации население сопротивилось в два раза. С 400 тысяч до 200 тысяч. С 400 тысяч до 200 тысяч. Трофейная радиола, телефонные аппараты штаба фельдмаршала Паулюса и громоздкие плетеные лапти плененных немцев, найденные под Сталинградом. Оружие, обмундирование маршалов и рядовых солдат, постановления, секретные телеграммы, письма с фронта, кинохроника и предметы, принадлежавшие узникам нацистских концлагерей. В общей сложности более 300 уникальных экспонатов периода Великой Отечественной войны рассказывают, какой ценой далась победа. Подарок генерал-полковнику Вячеславу Цветаеву, участнику освобождения лагеря Майданок, от американского генерала, генерал-лейтенанта Симпсона, подарочная кобура. Знак дружбы между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. 75 лет назад вклад Советского Союза в победу над врагом никто не оспаривал. Более того, миллионы мирных жителей на оккупированных территориях связывали свои надежды на избавление от нацизма только с Красной Армией. Подтверждение тому вот этот чешско-русский словарь. Он был найден в 1942 году в неразорвавшейся бомбе, сброшенной на крышу Московского педагогического училища. Оккупированные чехи вынуждены были работать на нацистов, делать снаряды и боеприпасы. Рискуя собственной жизнью, кто-то сделал такое послание Советскому Союзу. Снаряд и не мог взорваться. Внутри был просто песок. Мы не знаем их имен, мы не знаем их фамилии, мы не знаем, что это за люди, что с ними стало. Но мы знаем, что они, рискуя собственной безопасности, рискуя подвернуться жестокому наказанию, они вот так вот выразили свой протест против нацистской тирании и свою солидарность с советскими жителями. Среди представленных экспонатов, что символичные ключи от столицы Чехословакии, Прагии, врученные жителями города, маршалу Коневу в 1945 году. Именно советские солдаты и офицеры за два последних года войны частично или полностью освободили 11 стран Центральной и Восточной Европы. Выставка «Путь к победе» в Музее современной истории России не только подробно рассказывает об освободительной миссии Красной Армии, но и расставляет акценты того времени. Главная цель выставки – еще раз обратить внимание на то, что Красная Армия пришла в Восточную Европу как освободитель. И помимо освободительной миссии несла еще ярко выраженную гуманитарную миссию. Эта победа досталась ценой неимоверных усилий жертв. В боях за освобождение Европы участвовало более 7 миллионов советских солдат и офицеров. И почти каждый седьмой погиб. Но нацизм был разгромлен как политическое явление. Будут созданы или уже созданы еще около 20 экспозиций, которые будут представлены в странах Центральной и Восточной Европы. И в целом ряде стран, Содружества независимых государств. Я уверен, что в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы интерес как в нашей стране, так и за рубежом к освободительной миссии Красной Армии в странах Центральной Европы будет только возрастать. И этот интерес необходимо поддержать. И данная выставка – важный шаг в этом направлении. Архивные материалы наглядно показывают, какой была Европа военных лет. Несколько сот документов представлены, в том числе и в цифровом формате. С ними можно ознакомиться на мультимедийных планшетах. Среди них и те, что рассказывают о жизни на оккупированных территориях. Например, листовка с информацией об отступлении нацистов из литовской деревни Антакальни. Уходя, немцы зверски истребили все мирное население, включая грудных детей. И, конечно, нацистские лагеря смерти – самая тяжелая глава в истории Второй мировой. За стеклами витрин – одежда узников концлагерей, нашивки, жетоны и детские вещи. Вот ткань, сделанная из волос узников концлагеря «Аушвиц». Не говоря уже о кадрах документальной кинохроники и других архивных материалах. Документ – его уже не переписать. Подлинная фотография – ее тоже не переделать. Слова, которыми к нашим бойцам Красной Армии обращались местные жители, простые жители. Говорили слова благодарности. И вот эта помощь в документах показана помощь. Сотни тысяч тонн продовольствия, которым мы поставляли жителям освобожденных европейских стран. В экспозиции представлены документы, рассказывающие о дисциплине и боевом духе в частях Красной Армии, ее взаимодействии с местными властями и помощи местному населению. Советские воины участвовали в восстановлении разрушенных населенных пунктов, участков железных дорог, строительстве мостов, разминировании местности и промышленных объектов. В Казани конференция учителей истории, 500 человек было, и единодушное было мнение расширить разделы школьного преподавания о Великой Отечественной войне. И я думаю, один из разделов должен касаться освобождения Европы. Совсем скоро, 3 декабря, выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашистской оккупации откроется в Варшаве. Увидеть ее можно будет в Российском центре науки и культуры. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова